Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах. О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Итак, начинаем. Адриан Ван Остад. Голландская школа «Слепой музыкант». Картины Адриана Ван Остаде, относящиеся к начальной паре его деятельности, отличаются некоторой карикатурностью изображенных типов и холодным синеватым освещением. Но начиная с 40-х годов 17-го столетия, в технике и композиции этого живописца произошла под влиянием Рембрандта значительная перемена. Голову и его фигур приобрели более тонкую характеристику, колорит сделался более теплым, письмо более сочным. К сожалению, к концу своей карьеры Ван Остад вдался в тяжеловатость колорита и утратил прозрачность светотени. Его слава померкла одновременно со славой Давида Теннирса. В продолжение двух столетий оба этих художника занимали выдающееся место среди лучших мастеров голландской школы. Теперь же их упрекают в однообразии и неинтересности мотивов и фигур в небрежности рисунка, особенно рук и ног. Эти упреки не лишены основания. Однако они с большой справедливостью могут быть обращены к Теннирсу, так как Остад даже в позднейших своих картинах отличался тщательностью отделки и выразительностью композиции, несмотря на некоторую холодность тонов и привязанности письма. Предлагаемая нами в репродукции картина «Слепой музыкант», написана в 1673 году, выказывает талант художника с лучшей его стороны. Выведенный им на сцену крестьяне, правда, некрасивый, но типичный и, несмотря на фамильное сходство между их лицами, отличается живой и разнообразной характеристикой. Фигуры полны юмора и дышат довольством безмятежного существования, тихой радостью от сознания оконченной работы и заслуженного отдыха. Чем-то трогательным веет от спокойного наслаждения, с каким они слушают живенькую музыку слепого скрипача. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотогравюрах Бодей Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания.